МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Недавно мы в редакции нашего проекта «Отчий дом» решили проанализировать, о чем же все-таки в большинстве своем занимаются наши герои. Кто они в профессиональном отношении? Какие профессии у них? И выяснилось, что большинство – это все-таки предприниматели, руководители частных или государственных предприятий, обладающих известными финансовыми ресурсами, которые позволяют успешно развивать свою малую родину и помогать им насельчанам. Но среди участников проекта есть и чиновники низового звена, журналисты, спортсмены, строители, даже писатели. Их вклад в развитие своей малой родины трудно переоценить. Есть такое понятие – провинциальная интеллигенция. Это врачи, учителя, библиотекари, работники культурной сферы, здравоохранения, образования. Их задача – чтобы в народе не умерла душа, чтобы не угасла любовь к родному языку, к обычаям и традициям. Наши сегодняшние герои – обыкновенные учителя в сельской школе. Они получили высшее образование в городе и могли бы там остаться работать. Но какая-то неудержимая сила влекла их домой, в родное гнездо, где они родились, прожили детство и юность. А история их родного села типична для многих русских деревень, особенно на русском севере. В начале 90-х умерло производство, и в селе появилось пьянство, безработица, безысходность. Чем же они могут помочь своим односельчанам? Ну, явно нематериальными возможностями, потому что, ну, зарплата сельского учителя все очень хорошо известно. Но они каждый день ходят в школу учить деревенских детей наукам. А кроме этого, и умению быть гражданином великой страны, чувству любви и преданности своей малой родине. А еще, примером своей дружной работящей семьи, они дают возможность и надежду односельчанам на лучшее будущее для их села и их детей. Они вселяют уверенность в том, что можно преодолеть все препятствия и в конечном счете веру в свои собственные силы. Самое удивительное, это то, что за все эти годы они ни разу не пожалели о том, что вернулись домой. Вот такова сила притяжения. Здесь, наверное, как душе хорошо, а хочется же туда, где тебе комфортно, где когда ты получаешь духовное вот это спокойствие. И вот такое осознание, что вот я здесь зачем-то, я здесь для чего-то. И когда прохожу по залу истории школы, портрет деда, как директора школы вижу, откровенно говоря, такой внутренний диалог происходит на самом деле. И что-то я должна здесь делать. Сергей и Ирина родом из Витлицы. Большого села на северо-восточном берегу Ладожского озера в Карелии. Он из известной местной семьи Степановых. Она представитель учительской династии. Здесь они выросли, закончили школу. И как было принято у большинства молодежи в то время, поехали учиться в столицу республики, в Петрозаводск. А после так и не вернулись на свою малую родину. Сергей собирался. Он выучился на строителе. Его отец был прорабом в местном совхозе и хотел взять к себе сына. Но за годы студенчества жизнь Витлицы сильно изменилась. И сам родитель отговорил Сергея возвращаться. Он сказал, что в строительстве закрывается. Сын говорит, что ищи работу где-то. Потому что здесь, говорит, как бы объективно, я не знаю, я не могу ничего предложить. Нам говорят, что здесь делать нечего. Вот эта фраза. Только все было богато, прекрасно, а потом, когда начало закрываться, и взрослые, скорее всего, они начали объяснимо переживать. Отучили молодежь от Витлицы. Сергей после университета пошел служить в армию. Он сознательно отказался от военной кафедры. Ему важно было отслужить срочником. По окончании молодой человек остался и продолжил службу уже кадровым военным. Когда они с Ириной поженились, своего жилья у них не было. Служебные и съемные квартиры все это было чужое, неродное. Постепенно жизнь наладилась. В Петрозаводске Степановы переезжают в свою просторную квартиру. Оба успешные взрослые люди. Старшие дети подросли, а младшие девочки – школьницы. Жить бы и радоваться. Но мысли о малой родине не отпускают. Как бы ни было, мы по Карелии много ездили, и помимо Карелии я тоже был, в других местах жил. Но всегда меня тянуло домой. Всегда тянуло Витлицу. Эти мысли были в унисон с Ирининами. Она тоже тосковала по Витлице. И вот, когда многодетным семьям стали давать землю, они воспользовались такой возможностью, не раздумывая. И ни минуты не сомневались в том, где они возьмут свой участок. И когда ты живешь в деревянном доме, здесь совершенно другой дух, аромат. И внутри все равно чувствуешь себя совершенно иначе. И вот в прошлом году состоялось наше, так можно сказать, такое счастье, переезд. Стали мы теперь жителями родной деревни. Получаем удовольствие огромное от этого. Малая родина приняла обратно легко, недолго думая. Уже на следующий день после переезда к Сергею пришла директор местной школы с предложением, от которого ему трудно было отказаться. Я вспомнил, что у меня вообще была в седьмом классе, будучи, когда я в этой школе участвовал, это моя родная школа, я хотел стать физиком и математиком. И мне что-то внутри как-то, я думаю, а вот была мечта, а почему бы ее не исполнить? Вот первую неделю было, вы даже не представляете, я не знаю, было такое ощущение, что меня отправили в космос. Ой, учителей сейчас нет нигде, учителей не хватает в Петрозаводске, а что уже говорить тут про деревню? То есть в деревне вообще кадры их не найти, их нет, все уезжают. На работу Сергей ходит не ради зарплаты. Говорит, пенсия позволяет ему прокормить семью и жить безбедно. Были предложения и после службы пойти на очень высокую оплачиваемую работу. Отказался. Сидеть дома, хоть там и хватает дел, жилище еще достраивать нужно, тоже не привык. Человек должен работать, чтобы приносить пользу чтобы чувствовать свою значимость. Так его воспитали. Деньги – это не главное, есть другие ценности. От нового учителя дети без ума. Сергей Анатольевич не только законы физики объясняет, но и воспитывает собственным примером. Участвует в школьных и спортивных мероприятиях, а каждую пятницу приходит наводить порядок памятнику воинам, отдавшим свою жизнь за эту землю. Много усилий-то не надо. То есть раз в неделю пришел, один раз прочистил, а потом просто как бы поддерживаешь. Это занимает максимум час. Чистишь, допустим, вот у нас есть уже школьники присоединяются, ты по пути им где-то рассказываешь, объясняешь, запомнится. Потом у них будет своя жизнь, может, студенчество пока женится, пока что, может, не до этого, но потом наступит такой момент, когда это все вспомнится, и это откликнется, и оно продолжится. Ну, как бы мне это, мне хочется это делать, мне хочется души искренне делать. Обратите внимание на то, чтобы уголочки все сходились. Вот внизу уголочек... Сегодня Ирина в родной школе советник по воспитательной работе. Занялась она и школьным музеем, ведь в нем так много документов о ее родных, которые также учительствовали в разные годы. Учителем словесности был мой дед, любимцев Иван Иванович, учителями были мои дяди-тети вот по этой линии, по маминой линии. Директором школы, учителем истории был мой отец Валерий Семенович, мама была учителем начальных классов. От своих предков Ирина взяла у всех понемногу. Она и стихи пишет, как ее дед. Первую брошюру Ира выпустила в 2014-м и играет на гитаре. Дед играл на балалайке и шьет, как прадед, который был портным. Машинку мне мама подарила, когда мне было где-то года 24 у меня появилась первая швейная машинка. И она мне сказала тогда, что портным был мой прадед Петр Хоторинин. Вот все там, шторы, белье у нас, костюмы там, детям даже, мужу вот костюм шел. То есть, да, я шью на машинке. Ее энергии хватает не только на домоработу, но и на общественную деятельность. Так, несколько лет назад, еще в Петрозаводске, по грантовому проекту Ирина выучилась на инструктора по скандинавской ходьбе. В городе проводила для всех желающих тренировки бесплатно. Переехав в Видлицу, продолжила это делать. В Видлице Ирина открыла некоммерческую организацию, назвала ее «Место силы». Совместно с главой поселения и другими земляками активно участвуют в жизни села. Ирина Валерьевна и ее семья являются примером того, как должна быть активная семья. Супруг, который показывает мужчинам, как нужно участвовать в активной деятельности села, школы, детей, семьи, дети, которые участвуют, которые совсем недавно живут, но они уже успели очень много раз побывать даже в нашем Ласточкином гнезде. Вот с ее появлением на селе я могу сказать, что какие-то новые свежие краски она привнесла. И такое у нас активное сотрудничество идет, и учреждения культуры, и администрации с местом силы, да, то есть совместно проводятся мероприятия. Жизнь на селе сейчас непростая. И обычные деревенские трудности полбеды. Неважно обстоят дела с медициной, с досугом молодежи, с благоустройством территорий. Но годы активной жизни в большом городе дали необходимый опыт. Сейчас Ирина знает, что можно предложить, чтобы решить эти проблемы. Главное, считает она, чтобы у односельчан появился смысл жизни в видлице, чтобы была работа и востребованность. А моя миссия в том, чтобы сейчас в школе работаю, да, объяснять детям, показывать им возможности видлиться. То есть продемонстрировать на примере тех ребят, которые уже работают в видлице, может быть, на своем примере, что можно найти здесь дело, можно увлечься и можно вот жить для себя в видлице, используя современные возможности. Выход в интернет, возможность поездок по стране и всего остального. Ну, мы хотим, мы вот с Сергеем очень хотим, чтобы видлица расцвела. Ну, она может быть не такой, как раньше, как мы помним, да, в свое детство, но чтобы она была, может быть, современной видлицей, но все-таки, чтобы она опять вдохнула полной грудью, вот использовав свои возможности, вот это вот место силы, своего видлицкого, видлицкой силы и вот начала дышать полной грудью, чтобы сюда хотели возвращаться наши дети. Вот, как говорят, есть намоленные места на Ладоге, идешь через лес, приходишь, вот там, как-то здесь душе хорошо, спокойно и сюда, я говорю, что вот кто приезжал, хочет вернуться, а мы здесь выросли, здесь хочется жить. ты понимаешь, что вот счастье у нас здесь.